У меня в руках, наверное, самое популярное печатное издание нашей республики – газета Приднестровья. Сегодня это средство массовой информации отмечает очередной день рождения. Сколько номеров и сколько статей вышло в газете за весь период существования, узнаем прямо сейчас. Это программа «Во время итоги». Меня зовут Валентин Васильев. Здравствуйте. У нас в гостях редакторы и по совместительству корреспонденты газеты Приднестровья Сергей Анатольевич Огородник. Здравствуйте. Здравствуйте. И Никандр Анатольевич Елагин. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые гости, ну сколько же вам исполняется? Сегодня нам исполняется 21 год. Ну, 21 год – достаточно серьезный срок. Давайте тогда, наверное, немножечко перенесемся в прошлое. С чего все начиналось? 94-й год, как нам известно, всем это известно. Республика существует уже 4 года, но газеты Приднестровья еще нет. Кто тогда брал на себя вот эту обязанность? Кто исполнял, будем так говорить, должность главного информатора государства нашего? Республика наша образовалась в 1990 году, и все эти 4 года миссия рупора Приднестровской Молдавской Республики была возложена на Днестровскую правду, которая в тот момент и сейчас является газетой Тираспольского горсовета, в то время сейчас госадминистрация города Тирасполя. Но в 1994 году было принято решение президентом Приднестровской Молдавской Республики Игорем Николаевичем Смирновым и председателем Верховного Совета Григорием Степановичем Маракуца о создании газеты, которая будет освещать деятельность этих двух ветвей власти на тот момент, как президента, так и Верховного Совета. И ровно 21 год назад, 22 июля 1994 года, был подписан учредительный договор о создании республиканской газеты Приднестровья. И получается, что в 1994 году Государственным комитетом по информации было зарегистрировано такое печатное издание, как Республиканская газета Приднестровья. И по документам идет отчет основания газеты с 22 июля 1994 года. Но по факту первый номер газеты вышел 1 сентября 1994 года. Все это время, в этот период после подписания документов, до первого выхода газеты, была создана во главе с первым главным редактором газеты Владимиром Серафимовичем Масленького группа людей, которая во главе с ним, как говорится, на коленке, создала эту газету, разработала дизайн, разработала, как говорится, все от начала до конца, до последней буквы в этой газете. Первый номер был отвезен на утверждение президенту и председателю Верховного Совета. Всем эта газета понравилась. Она 1 сентября вышла в двух цветах, на мелованной бумаге. Было красочное оформление этой газеты. Я извиняюсь, мелованная бумага – это как? Это бумага очень хорошего качества. Белая. Да, белая красивая бумага, но это был единственный первый номер. Потом газета выходила на обычной бумаге, которая предусмотрена для целей выпуска газет. Газетная бумага специально для этих целей. Еще, когда газета основывалась в 1994 году, у редакции был офис, это в кавычках офис, один кабинет в гостинице «Дружба», который выделили им для организации этого, как говорится, редакции. Сегодня этой гостиницы уже нет. Да, по данному, да. Мы прожили в этой гостинице, естественно, одну комнату арендовали, потом вторую, третью, четвертую, потому что процесс шел, газета разрасталась. И с одного маленького кабинетика почти пол второго этажа занимала редакция газеты «Преднестровье». Мы в этом офисе прожили до 1999 года. Потом редакцией газеты «Преднестровье» был выделен офис по улице Луначарского, 13, был произведен ремонт. И в 2000 году газета «Преднестровье» заимела уже, как называется, свой настоящий офис с редакционно-издательским комплексом, со всей техникой, оборудованием. То есть были созданы все условия для работы, выпуска газеты «Преднестровье». Если так разобраться, за 21 год ничего не помешало выходу газеты «Преднестровье». Ни один номер не был сорван. Давайте к этому вернемся чуть-чуть попозже. У меня подготовлен вопрос на эту тему. Хорошо. Хотелось бы еще поговорить о первом номере газеты. Каким он был? О чем писали в первом номере газеты? Есть такая информация у вас? Есть, конечно. В первом номере, так как учредителями газеты являются президент и Верховный Совет на тот момент, сейчас учредителем газеты «Преднестровье» является только президент в связи с реорганизацией, в связи со сменой ветвей власти. На данный момент учредителем является президент. В то время учредителями газеты был президент и Верховный Совет. По внегласному, такому, первая полоса была посвящена деятельности этих органов власти. То есть, как говорится, с 1994 года летопись велась в нашей республике, но с 1 сентября 1994 года эта летопись возложилась полностью на плечи газеты «Преднестровье». Первая и вторая полоса была отдана информацией о том, какие мероприятия происходят в президентской службе, какие мероприятия проходят в Верховном Совете. Третья полоса была отдана освещению тем, которая была связана с жителями Приднестровской Молдавской Республики. Четвертая полоса, их всего было четыре, четвертая полоса, она была, как сказать, развлекательная. Вот такой был первый номер газеты «Преднестровье», который вышел 1 сентября 1994 года. На вашем официальном сайте написано, что также освещались еще и новости о ближнем и дальнем зарубежье. Вообще, в принципе, как тогда приходили новости из дальнего зарубежья? Как вот корреспонденты газеты могли узнать? Тогда интернета, скажем так, не было. С какого-то сайта взять информацию и перерейтить, перекопиратить ее невозможно было. Как тогда можно было подготовить статью о ближнем или дальнем зарубежье? Никандр Анатольевич, вы же в то время тоже занимались уже журналистикой. Я немного позже пришел в газету. Хотя, в принципе, вы были внештатным сотрудником. Да, был внештатным сотрудником. Ну, средства информации разные были. Это в то время очень много выходило газет и приходило сюда. Сейчас практически российских газет у нас нет, в киосках нет. Тогда использовали новости телеграфного агентства Советского Союза. Это была очень разветвленная система, откуда можно было получить информацию как по Советскому Союзу, так и по зарубежью. Было такое, оно и сейчас есть, агентство печати новости, которое в основном работало информацией на зарубеж. Но, во всяком случае, в их информации можно отследить было все, что угодно, что делается и творится на нашем белом свете. Так что информацию можно было получить напрямую. Я еще сейчас добавлю к этому. Владимир Серафимович Масленников в то время, когда был главным редактором газеты Приднестровья, он создавал эту газету, у него было очень много связей. И когда газета создавалась, в штатном расписании был корреспондент по Республике Молдова. То есть это командировки? Нет, там жил человек на той территории, который предоставлял информацию о том, что происходит там. Но так как в 90-е годы, когда у нас произошли события, и война у нас была, и другие, когда некоторые и в России, и на Украине, и в других краях света не знали существования Приднестровской и Молдавской республики, газету Приднестровья Владимир Серафимович всегда, когда приходили к нему гости, знакомые, он всегда передавал в тот регион, откуда приехали эти люди. То есть еще такая связь была. И когда люди потом приезжали, говорят, Владимир Серафимович, мы вот там были, расскажи нам еще, дай нам газеты. Люди хотят читать о вашей республике, хотят знать, что у вас здесь происходит. Потому что ту информацию, которую доносили молдавские СМИ, другие СМИ, она не была настолько проверенной, правдивой. То есть люди хотели из первоисточника узнать. Они брали нашу газету Приднестровья и вывозили ее в тот регион, куда они ехали. Собственно, если можно добавить, я на собственном опыте, вот то, что Сергей Анатольевич сказал, убедился. Я работал редактором газеты на Таймыре, редактор советский Таймыр тогда назывался, и приехал сюда в отпуск. Мы давно были знакомы с Владимиром Серафимовичем. И он просто мне дал целую пачку, подборку газет Днестровской правды. Тираж в то время выходил за рамки 60 тысяч экземпляров. Эта газета, даже по тому времени, это очень большой тираж. А когда случилась вот эта военная, как говорится, агрессия, номер вышел тиражом 100 тысяч экземпляров. И вот я как раз приехал, мне было любопытно узнать, потому что вот я, как говорится, жил на дальнем стене, работал, не было информации, что же происходит на самом деле у нас здесь, в Приднестровье. Даже российские средства массовой информации или искажали информацию, или старались об этом умолчать. И вот я, как говорится, получил эту информацию из первых рук. Во-первых, он меня вооружил текстовым материалом по тем событиям. Он дал мне много-много фотографий по тем же событиям. И я приехал, и в Норильский район, район Таймыра, тоже был там очень большая диаспора Молдаван. Они тоже практически были вне этой информации. И вот, приехав туда, на север, я позволил себе, как редактор, выступить с материалами где-то на две с половиной страницы с продолжением. И рассказал правду о том, что делается у нас здесь, в Приднестровье. 92-й год. Это был такой, будем говорить, тоже один из моментов информационного прорыва. А вот кто освещал те самые события? И вообще, вот 90-е годы, кто работает в газете «Приднестровье», о которой мы сегодня говорим? Это люди с профильным образованием? Это люди, которые учились на журналистов? Или кто-нибудь другой? Я рассказываю. Так как сама газета образовалась в 94-м году, то есть события 90-го года не были освещены. А с 94-го года кто работал? В 94-м году становление происходит республики. Как таковых журналистов на тот момент ещё не было. Это сейчас у нас есть журналистский факультет, и всё, что с этим связано. То есть на тот момент приветствовалось, ну, человек хотя бы с филологическим знанием. А дальше, если Владимир Серафимович, он просто не один год журналистики, он приходит человек, он сразу видит, будет он работать или нет, журналистом. Хотя у него пускай даже не будет образования. За время работы были такие случаи, когда к нам приезжали из России по разным событиям. По семейным, что-то здесь с родителями происходило. Вот они приехали и говорят, вот мы хотим там поработать, попробовать себя. Владимир Серафимович даёт испытательный срок, даёт задание. И сразу видно, человек справится с этим заданием или нет. Вот так, как говорится, выращенные кадры в своих условиях. То есть приходилось кадры ковать сразу же на месте. Хорошо, вы говорили о том, сколько раз пришлось сменить офис газеты Придеустровья. Да, да. Недавно, вы же, по-моему, переехали вновь. Да. В феврале мы переехали, у нас юридический адрес, город Тирасполь, улица Манойлова, 28. Это двухэтажное здание, конечно, без ремонта. Мы туда переехали без ремонта. Но для чего мы туда переехали? Сейчас у нас юридическое название нашей организации – ГУ «Приднестровская газета». Куда входит газета «Приднестровье» на русском языке, газета «АДВ Ролнестрян» на молдавском языке, газета «Гомен» на украинском языке, информационное агентство и аппарат управления. Для того, чтобы организовать работу всех этих людей, было принято решение переехать. Гомен из Рыбницы переехала в Тирасполь. Мы переехали из своих офисов, которые располагались на территории Тирасполя, в одно место. И сейчас мы все находимся под одной крышей. Да, у нас нет ремонта, но своими силами в течение какого-то определенного периода времени, я думаю, что мы эту проблему решим. И у нас будет чистый, красивый, с теплом, с водой, уютный офис, в котором мы будем рады видеть и наших подписчиков, и наших журналистов, наших коллег, и вас в том числе. Спасибо. Спасибо. Такое соседство редакции и газет, оно как-то благоприятствует оперативности подачи новостей, может быть? Или еще какие-нибудь плюсы есть? Да, дело в том, что у нас такая специфика работы. Происходит мероприятие какое-то определенное. Мероприятие, например, происходит в Рыбнице, в Каменке, у нас газета республиканская, мы освещаем события по всей республике. Сейчас у нас один журналист из Молдавской газеты, один журналист из Украинской газеты и один журналист из газеты Приднестровья. Эти люди садятся в одну машину и едут на то мероприятие освещать, которое будет происходить где-то в определенном городе или населенном пункте, селе, неважно, в любой точке нашей республики. То есть с одного места выезжает одна машина. Экономия бензина и материального и морального ущерба. Согласен. Насчет оперативности. Сегодня оперативность – это основная задача, наверное, у всех СМИ. Что у вас с оперативностью? Как быстро новость доходит до своего читателя? Если событие произошло сегодня, завтра утром читатели газеты Приднестровья узнают об этом первые на нашей полосе. Газета ежедневная. Газета ежедневная. Газета выходит пять раз в неделю, кроме воскресенья и понедельника. Субботний номер, он расширенный. 12 полос. Но в субботнем номере мы стараемся отойти от политики. Конечно, если какие-то важные события, мы, конечно, их осветим в субботнем номере. Субботний номер мы стараемся сделать более такой расслабляющий, заинтересованный, ну, каждой категории наших граждан. Ежедневный номер, он у нас более политический. Аналитические статьи, комментарии, очерки мы стараемся на ежедневные. На выходные дни, на субботний, мы стараемся более такие спокойные материалы о людях, о наших жителях, о тех событиях, которые происходят в нашей республике. То есть самое лучшее мы стараемся с позитивной точки зрения поставить в субботний номер. У меня в руках ежедневная газета, да? Ежедневная, да. Какой это формат? Как это правильно называется? Это формат газеты А3, четыре полосы. Это четыре полосы? Да. Этот формат, сейчас я расскажу. До этого газета выходила, газета вообще менялась за свой 21 год, она менялась в лучшую, конечно, сторону. Менялся кегель, менялся шрифт, оформление, дизайн. Газета старалась, конечно, идти в ногу со временем. И, конечно, лицо газеты Приднестровья – это ее название. Вот эти вот большие красивые буквы, мы стараемся от этого не уходить. Это лицо нашей газеты. Но формат газеты, изначально в 1994 году газета была формата А3. В 2005 году газета ежедневная уже выходила форматом А2. То есть, эта газета была вот такого формата. И тоже на четырех полосах. Но в связи с нынешними событиями было решено, принято решение уменьшить формат газеты. С марта газета стала опять выходить форматом А3. Хочу рассказать одну очень смешную историю по этому случаю. Пришло письмо в редакцию. Ну, это было пару лет назад, еще до того, как формат поменялся. И один пенсионер написал письмо, и там было написано. Вы знаете, вашу газету неудобно в троллейбусе читать. То есть, когда он ее разворачивал, формат А2, она была слишком большая. Ну, может быть, за это время ушли пожелания этого пенсионера и уменьшили формат. Ну, действительно, многие, наверное, это замечают. Да. Но в связи с тем, что формат уменьшился, у нас площадь уменьшилась. А это значит? А это значит, что нашим корреспондентам надо давать информацию более точную, более, ну, не сказать, что сжатую, да, лаконичную, выверенную. Может быть, это и к лучшему. А это, наверное, самое трудное в работе корреспондента. Это очень трудное. Выкинуть все, казалось бы, не лишнее, но это все надо вырезать. Рассказываю историю жизни. Каждый корреспондент хочет вложить в свой материал все самое лучшее, все самое достойное, все. Сдает материал, заказываешь там, вам 150 строк. Хорошо, Сергей Анатольевич, 250. Ну, хорошо, берешь материал, все читаешь, сокращаешь это, убираешь это, убираешь все. Выходишь там, ну, обещал, ну, планировали 150. Процесс идет, здесь подверстать, здесь поменять, здесь это поставить, все. Редактор говорит, Сергей Анатольевич, сократить 120. То есть ты из 250 уже 150 сделал, и еще 120. Опять сидишь что-то, выходит газета, звонок. Сергей Анатольевич, это что за материал? Я говорю, ну, вот такие условия. Или так, или никак. Ну, боретесь, справляетесь с этим. Конечно, стараемся всем, чтобы все были довольны. Вы редакторы? Да. Вы редакторы по отдельным темам? Стараемся. Разделяете как-то, да? За что вы отвечаете? Я скажу одно. Когда ко мне приходят письма, например, со стихами, или там, это сразу я к Никандру Анатольевичу, честно говорю. Никандру Анатольевич, вы у нас за творческую часть газеты, наверное, больше отвечаете. Хорошо, тогда хотелось бы вот немножечко узнать о ваших читателях. На кого ориентирована сегодня эта газета? Расскажу сейчас в двух словах. Да. На всех. На всех. Но могу объяснить, почему, да? Юридические лица заинтересованы. Информация для них есть в газете. Пенсионеры, есть и для них информация. Для детей, для школьников, для студентов. То есть мы стараемся для всех категорий граждан, чтобы хотя бы по чуть-чуть, по мере возможности, потому что, я же говорю, площадь уменьшается, но мы стараемся всех хотя бы по чуть-чуть, но задеть. А если пробежаться по рубрикам, какие рубрики есть в газете? Ну, допустим, возьмем ежедневную. Или она неделяется? Никандру Анатольевич, по рубрикам. Ну, рубрики разные. Во-первых, конечно, сначала идут у нас рубрики политические. Президент, Верховный совет, экономика. И дальше идут для хорошего чтива. Это рассказы о людях Приднестровья. Это интересные проблемные статьи. Здесь могут выступать и хорошие экономисты, и политологи. То есть разъяснять ситуацию экономическую в нашей республике. Естественно, с точки зрения политики, в каком пространстве мы сейчас находимся. Кто нас окружает и во всяком случае, что от каждого из нас ждать. То есть вот это число такое политическое. Ну, и очень интересные рубрики. Вот Сергей Анатольевич сказал, у нас есть субботняя толстушка, мы называем ее, 12 страниц. Действительно, мы стараемся как-то немножко отойти от политики и сделать ее больше читаемой для всех слоев населения. От детей до пенсионеров. То есть здесь можно найти сканворды и какие-то интересные рассказы. Вот, допустим, Татьяна Астахова у нас ведет свои проекты, будем говорить. То она вдруг появится в каких-то интересных семьях и расскажет о судьбах этих семей. И что держит эту семью, на чем отжиждется эта семья. Это любопытно, это интересно. Сейчас у нее проект, допустим, город, о котором что бы я рассказал или что показал. То есть она уже рассказала о Днестровске, о Каменке, о Тирасполе, о Словадзее, о Дубасархе. Это любопытно, это интересно. С точки зрения истории и с точки зрения привлечения туристов. Мы должны работать и на туристов, на зарубежных, чтобы привлечь. Это тоже доходы государству. В частности, вот любопытные и интересные были публикации Николая Федча. Они чисто краеведческие, рассказы о памятниках старины в наших. Это тоже любопытно не только нам, где мы иногда не бываем, но об этом нам рассказал Николай Федч. Я думаю, любопытно и любопытно и туристам, которые к нам приезжают. То есть мы должны рассказывать о нашей земле, любить ее. То есть вот эти вот публикации, они как бы из-под нас подводят, ну может быть, к такому нормальному, хорошему состоянию патриота. И еще одна уникальность газеты, как все, наверное, заметили, публикации государственных документов. Да. Это основной. Это как обязанность? Это обязанность. Это входит в обязанности в договоре. Это закреплено вместе с газетой и нашего учредителя. Рассказываю одно к этому. После публикации в газете «Преднестровье» вступает в силу. То есть опубликовано в газете «Преднестровье» 20 какого-то там числа. Там в приказе, в указе, в законе написано «Вступает в силу после публикования в течение пяти дней». Все. Газета «Преднестровье» напечатала все. Это закон. Все прописано. Я запретил о курении, что сегодня актуально. Если мы читаем в газете, значит уже… Да. Все прописано. Хорошо, понятно. Ну тогда один из самых интересных вопросов. 21 год. Сколько номеров вышло за это время? Сейчас расскажу. Можете посмотреть в газет. За 21… 5332 номера на сегодняшний день вышло газеты «Преднестровье». А статей сколько? Есть информация? Ой, статей я не знаю. Там даже никто не… Какими цифрами это исчисляется. Этим как-то не… Статистику даже такую никто не ведет. Но за 21 год, поверьте мне, очень много их вышло. И на разные темы, и на разные актуальные проблемы. Если в среднем считать, что в номере появляется где-то от 15 до 20 материалов, я не имею в виду рекламные штуки. То вот посчитайте, 5 тысяч умножьте хотя бы на 15. Это очень приблизительно, да. Приблизительно, конечно. Хорошо. В год это больше 250 номеров. Там, допустим, сколько выходит в год? Но положено 250, если взять. Ну, плюс-минус от календарного года. Ну, 250 – это стабильно, это точно. Но традиция-то один раз была нарушена. В 96-м году 10 номеров газеты по всеобщеизвестной информации не дошли до своих подписчиков и читателей. Почему? Что случилось тогда в 96-м? В то время мы печатались на типографии ТИПАР. И получается, что типография ТИПАР перешла в собственность коммерческого предприятия. Сейчас мы печатаемся на фабрике Полиграфис, которая принадлежит государству. А частная компания, нет денег, мы вам услугу не оказываем. Не была профинансирована эта статья, и нам сказали, нет денег, мы не печатаем вашу газету. И 10 номеров не вышло. Да, 10 номеров газеты – это, считайте, две недели. Подписчики, которые были подписаны, которые были обязаны получить эту газету, они ее не получили. Это газета государственной важности, будем так говорить. Но это был единственный случай за 21 год, когда был сбой в выпуске газет. Хорошо. Сегодня в штат нашей газеты есть вообще проблемы с кадрами на сегодня? Сколько человек работает в газете Приднестровья? На данный момент в газете Приднестровья работает 50 человек по штатной численности. Кадровой проблемы как таковой нету, потому что если так разобраться, то специалистов, которых, например, университет не выпускает, например, там специфические, как и у вас, так и у нас есть специфические профессии, мы стараемся взрастить их у себя в коллективе. Но хочу сказать, что практику у нас проходят журналисты. Вот и Некандр Анатольевич у нас курирует, и я курирую студентов, которые у нас проходят практику. Конечно, все хотят идти на телевидение, все хотят под камеры, под софиты, в журналистику, конечно. В газеты некоторые идут в журналистику, но они приходят к нам, набираются опыта, потом переходят в какие-то пресс-службы, но мы тоже не против этого. Молодые специалисты хотят расти. То есть мы им базу данных даем, они ее получают, у нас очень хорошая филологическая база, у нас с русским языком проблем нету. Они у нас это все получают, они у нас набираются опыта, 3-5 лет они у нас работают, потом выпархивают из нашего гнезда. 50 человек штат, вы сказали. Карпункты по городам? На данный момент у нас карпунктов нету. У нас есть в нашей организации ГУ «Приднестровская газета» информационное агентство, которое работает с регионами. Они предоставляют нам информацию без проблем. У них в штатном расписании есть корреспонденты по всей республике. Если нам нужна какая-то информация, информационное агентство нам предоставляет ее. Понятно. По поводу вот этой разницы телевидения и газета. Вы наблюдали, вы знаете, все-таки где интереснее и где сложнее? Телевидение или газета? Не знаю, я всю жизнь проработал в газете с 97-го года. Конечно, у нас и радио, и телевидение, как я все время говорю, это у нас одна лодка. Мы и с телевидением сотрудничаем, и ведомство у нас одно. То есть мы знаем, какая специфика на телевидении. У вас свои какие-то нюансы, на радио свои какие-то нюансы. У нас, у газетчиков, у нас свои нюансы. То есть, если я всю жизнь проработал в газете, мне на телевидении не тянет, хотя предлагали. Никандр Анатольевич, вы как считаете? Я считаю, что вот наш читатель, вот у нас уменьшился, допустим, тираж. Но он колеблется где-то от двух до двух с половиной тысяч. А субботний выпуск у нас где-то от девяти до одиннадцати тысяч. То есть востребованность более легкого жанра, что ли, газетного. Я считаю, что да, вроде как бы телевидение, радио вроде нас выставляет на второй или на какой-то другой план. Я с этим не согласен. То есть ниша газетной информации, она никем не будет занята, пока мы существуем, журналисты, пока газетчики делают хорошую, нормальную, интересную газету. То есть я не думаю, что мы представляем конкуренцию. Мы как бы дополняем друг друга. Мы выполняем одну важную государственную работу. А интернет наступает на пятки сегодня? Он наступает на все и на библиотеки, и все время жалуется, что вот информация и ресурсы интернета выжимает вот даже и чтение книг, и чтение газет. Ну, может быть, наверное, со временем все это уложится, успокоится, но каждый все равно будет занимать свою нишу. Я думаю, что мы никуда не уйдем от этого. Но и мы от интернета не уходим. У нас есть сайт газеты Приднестровья, у нас есть сайт информационного агентства. Мы сотрудничаем с электронными СМИ. Газета Приднестровья не раз была организатором различных акций, в том числе социально направленных. Ко дню Победы, по-моему, вы подготовили большую акцию и успешно ее провели. Вы собирали фотографии. Сейчас расскажу насчет этой акции. Акция называется «Моей семьи война коснулась». Как известно, что этих событий Великой Отечественной войны действительно коснулась каждая семья. И отпечаток отложился в каждой семье. И мы решили в честь 70-летия этой даты, трагической для нашей страны, создать такую фотовыставку. Фотовыставка у нас работает по всей республике. Мы начали в Тирасполе. 25 июля, это будет в субботу, выставка открывается в Григориополе. Она уже была в Слободзии. Выставка пользуется очень большой популярностью. Приходят люди посмотреть. Там не просто фотографии висят, там идет описание об этих людях, об их судьбе, в каких боях они принимали участие, где они воевали, на каких фронтах это все происходило. Приходят не только взрослые, но и молодежь. Даже было такое, вот в Слободзии были организованы летние при школах лагеря. Они организовали, они привели детей. Ну мы думали, ну дети посмотрят, что там привели детей, какой интерес. Очень детям понравилось. Было очень много вопросов. Что, кто, почитали, посмотрели. То есть детям понравилось. Дети, взрослые, все принимают участие. 25 июля выставка будет в Григориополе. Но по результатам этой фотовыставки будет издана книга. Сейчас этот вопрос курирует ГУ «Приднестровская газета». Там есть оргкомитет. Уже вычитаны материалы, фотографии подобраны. Будет на трех языках. На русском, молдавском и украинском информация. Потому что у нас три государственных языка. Не могу сказать, когда эту книгу мы увидим. Но я думаю, что ко второму сентябрю, к 25-летию нашей республики, эта книга все-таки выйдет в свет. Печатание этой книги будет осуществлять полиграфист. То есть за качество мы уже спокойны. Но вот такую лепту внесла ГУ «Приднестровская газета» к этой знаменательной дате. Я хотел бы дополнить. Вот акция «Моей семьи война коснулась». Это, в общем-то, республиканская акция. В ней участвовали все три государственные газеты в украинском, русском и молдавском языках. Но, естественно, одно из активных проявлений – это все-таки наша газета «Приднестровье». Мне, в общем-то, напрямую пришлось работать в этом направлении. И я думаю, что вот эта тема действительно коснулась многих наших семей. Просто приходили люди в редакцию, старики среднего возраста, внуки и даже правнуки приходили, находили какие-то фотографии старинные ветеранов войны, уже ушедших. Остается их у нас совсем уже мало. И что любопытно, вот мне, ведущему эту тематику военную, было очень отрадно то, что действительно это приняло массовый характер. То есть вот память жива. И, наверное, вот на этих традициях, традициях памяти надо воспитывать молодежь. Если молодые уже задействованы в этом процессе, значит, мы задели за самые хорошие живые струны наших людей. А сколько материала собрали-то всего? Сейчас сложно сказать, сколько. Там частично пойдут, конечно, в книгу. Тематика временными рамками не обусловлена. То есть мы начали ее практически с 1 января до 9 мая, как бы, до Дня Победы, до 70-летия. Но этого мало оказалось. Но мы сейчас публикуем материалы под этой рубрикой «Сейчас». И это будет, я думаю, в течение всего года, поскольку это год 70-летия Великой Победы. Кстати, сегодня вот в газете пойдет материал очень любопытный. «Вернулся брат Иван с Победой». Тоже под этой уже рубрикой. Я думаю, что до конца года мы эту рубрику будем продолжать. Она интересна. Поступает очень много материала. Мы даже получаем такие документы, которые, ну, лично я вижу первый раз. В оригиналах люди нам доверяют. Они высылают эти документы. Естественно, мы потом их возвращаем. Мы их копируем, сканируем. Фотографии уникальные. Уникальные фотографии. Все обрабатывается, все сохранено. Ну, слои населения, Никандр Анатолий сказал, от мала до велика. Каждый житель нашей республики со всех уголков севера до юга прислали. Ну, я же говорю, каждой семьи. Из зарубежья не было случаев, что… Было, 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 было. Из Германии были. Еще, ну, сейчас не буду пол Европы называть. Там были, были, присылали, потому что многие уехали. Из России, из России. Там Россия, Украина. Ну, в частности, вот сейчас, к 70-летию Победы, мы, конечно, тоже воспользовались ресурсом интернета. И многие выставили сейчас в интернете очень много наградных листов. Кто заслужил орден славы, там, второй, третий, первой степени. И у кого более высокие награды того военного времени. И люди приходили, приносили нам распечатки с интернета. Даже указывали нам, где можно было это, так сказать, найти. И это любопытно. Это интересно. Уникальный документ. Планы на будущее. Может быть, еще одну акцию? Придумаем что-нибудь, да. Ну, во всяком случае, вот я, вот вы когда говорили, какие еще рубрики, вот я вспоминаю, допустим, очень любопытная рубрика у нас идет, вот наша Инна Якименко. Она ведет, ну, такую ностальгическую, что ли, тему о прошлом. Она находит такие любопытные детали из прошлого, которые читаешь, что-то вспоминает, что-то тут на душе немножко скребет. Потому что не все было плохо у нас в прошлом. А я думаю, что на хорошем опыте надо учиться, надо ее развивать, надо традиции устанавливать и их продолжать. Я думаю, что это в нашем хорошем понятии. И вот одна такая прострельная, что ли, тема, это строительство по линии евразийской интеграции автономной некоммерческой организации, которую Россия у нас проводит. По-моему, через номер, почти в каждом номере у нас идет информация, в каком состоянии находится тот или иной объект. Отслеживание. Строит быстро, строит качественно. И действительно, мы довольны все жители республики, довольны дети, которым строятся детские сады, и восстанавливаются школы, и для госуниверситета там строится медицинский факультет. В общем-то, это хорошая помощь. Это рождает в нас уверенность в том, что Россия нас не оставит, в каком бы положении мы ни находились. Хорошо. На этой позитивной ноте, я думаю, нам уже нужно будет закончить. Эфирное время подходит к концу. Предоставляю вам слово обратиться к нашим телезрителям, сагитировать, может быть, к чтению и попрощаться. Читайте газету «Приднестровье», выписывайте газету «Приднестровье», вы будете в курсе событий, которые происходят в нашей республике. Все, что мы тут сказали, все это правда. И я думаю, что мы попытались, во всяком случае, рассказать о нашей газете с любовью. Любите эту газету так, как мы любим ее. Если что-то у вас возникнут, какие-то вопросы или ситуация какая-то, или вы хотите сообщить нам интересную новость, мы вам в этом поможем. Обращайтесь по телефону 970-54-817-76. На правах рекламы. Ну а мы, в свою очередь, желаем вам оставаться с Первым Приднестровским. Это была программа «Вовремя итоги». До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин